Река и речные обитатели. Алёшенко. Река, ребята, это красота. Это дом для речных обитателей. Но кроме бобров, ребята, на реке Алёшенко мы можем встретить и других речных обитателей. А каких мы узнаем, отгадав интересные загадки. Любит мух и комаров, да имеет громкий зов. Вся зелёная, скажу. Дом на речке и в пруду. Кто же это? Правильно, ребята, это лягушка. Ребята, а что мы можем сказать о лягушке? Какая она? Посмотрите внимательно на картинку. Скользкая, маленькая, быстрая. Наша лягушка зелёная. Глаза у лягушки большие. Передние лапки короче, чем задние. Когда лягушка ловит насекомых, она отбрасывает свой язык вперёд. Род у неё очень большой. Если лягушка живёт и в воде, и на земле, она какая? Земноводная. Правильно, ребята. Ребята, скажите, а какие птицы опасны для лягушек? Да, журавли, цапли, аисты опасны для лягушек. Зимуют лягушки на дне водоёмов, под камнями или даже в норах грызунов. Ребята, а как же появляется на свет лягушка? Сначала из икринок появляются головастики. Потом они вырастают в мальков. А когда у мальков отваливаются хвостики, они становятся настоящими лягушками. А теперь, ребята, поиграем в интересную игру. Приготовьте ваши ладошки и дружно повторяем вместе со мной. Моя ладошка – это пруд. Лягушки в том пруду живут. Попрыгали наши лягушки по ладошке. И ни одна, ни две, ни три, а очень много. Посмотри. Поймать мечтают комара. Рисуем спиральку. И любят квакать до утра. Ква-ква, ква-ква. Молодцы, ребята! У вас очень хорошо получилось. Ребята, а как называется пиение лягушки? Правильно, квакание. А сейчас отгадаем следующую загадку. Как на речку прилетает, сразу в воду залезает. Кря-а! Нырнула на минутку. Вы узнали? Это утка. Совершенно верно, ребята. Дикая утка, ребята, называется кряква. Питаются кряквы водными растениями и насекомыми. А сейчас, ребята, посмотрите на картинку и скажите, сколько утят плывут рядом с мамой-уткой. А вот и наша утиная семья. Папа – селезень. Мама – утка. И их малыш – утенок. Ребята, а теперь отгадаем еще одну загадку про другого речного обитателя. Жить в реке совсем не скучно. Скажет вам она беззвучно. Даже вежливо спасибо говорит неслышно рыба. Совершенно верно, ребята. А сейчас мы поиграем в игру, которая называется «Хлопни в ладоши». Ребята, нужно будет хлопнуть в ладоши в том случае, если вы услышите название насекомых или животных, которые живут на реке Алешенко нашего района. Крокодил. Бобр. Енот. Рыба. Утка кряква. Лягушка. Комар. Молодцы, ребята! Вы отлично справились с заданием. Ребята, скажите, какой речной обитатель вам понравился больше всего? А сейчас, друзья мои, пришло время прощаться. До свидания! До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова